добрый день здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала ролик посвящается советскому кинематографу замечательному сериалу хождение по мукам честно сказать не очень любые сериалы вот только советские сериалы мне нравятся это вот хождение по мукам место встречи изменить нельзя и вечный зов эти сериалы я смотрю бесконечно пересматриваю постоянно и так хождение по мукам советский киносериал по роману алексея толстого впервые я смотрел его в далеком детстве и далеко не все понял тогда недавно уже в 2007 году я купил dvd с этим шедевром и наслаждался им несколько лет пересматриваю его и сейчас систематически время от времени итак обзор сериала огромное полотно а именно так его лучше назвать повествует о судьбе сестер булавиных даши и кати которым выпала участь жить во времена революции и гражданской войны то есть говоря кратко это такое огромное сказание что ли вот о судьбах людей на фоне грозных происходящих событий что происходит с этими людьми режиссер картины василий ордынский автор сценария он же в главных ролях ирина алферова юрий соломин светлана пенкина михаил ножкин а еще в ленте занята целая плеяда звезд ролан выков георгий бурков михаил казаков лев дуров и многие другие известные актеры премьера ленты состоялась в октябре 77 года самое первое о чем хочу сказать из просмотра фильма в зрелом возрасте я сделал довольно неприятный для себя вывод ирина алферова далеко не лучшая актриса увы я после этого посмотрел еще несколько фильмов с ней и обнаружил что да она только очень красивая женщина но как актриса она гораздо сильнее и глубже играет светлана пенкина лента начинается закадываем голосом михаила казакова буквально интригующих зрителя и показывающих санкт-петербург совсем не таким как рисуют его сейчас разные доброхоты у алексея толстого город изображен иначе странно зыбкий огромный плоский расстелился на болотистой равнине нашпигованной дубовыми сваями и костями русских мужиков и еще цитата оглушающий тоску свою вином золотом и без любой любовью петербург стоящий болотах и пусторослях грезил без коми без граничной славы и властью буквально несколькими фразами толстой и обрисовался петербург того времени и далее автор за что я люблю его произведения показывает героев и жизнь жестко и правдиво они слюняво и оптимистично как принято сейчас еще более чернушно и гадко жизнь она многогранна и надо лишь выбрать золотую середину против они так дабы старости не было стыдно а сейчас многие живут одним днем стараясь не думать в результате мы пришли к тому что вы и сами знаете если человек не желает смотреть прямо в глаза себе и людям он постоянно лжет ничего хорошего из этого не выйдет а если вы не занимаетесь политикой она вскоре займется вами не помню кто это сказал кто-то из великих но это было ли лирическое отступление так продолжим анализ картины первая сюжетная линия сестры булавины даша и даша совсем юная девушка приехавшая петербург учиться в институт великолепие столицы ошеломляет ее и ввергает неокрепшую душу вихрь страстей любовь к поэту бессонову едва не погубила ее очевидно только участь старшей сестры и первые проблески разума заставляют ее отвергнуть пагубную страсть взрослому и опасному человеку а вот катя легко попадает все эти опытного ловеласа но надо еще отметить что она сама хотела изменить нечто в своей жизни найти что-то новое и интересное муж булавины адвокат смоковников его постоянно нет дома молодая женщина изнывает от тоски и желаний плоти это видно по тем картинам что развешаны в комнатах все как и в наши дни безделья куча денег сводят с ума и ввергают низменные страсти все писатели реалисты подводят нас простой мысли если у человека нет цели и он не знает чем заняться рано или поздно он собьется с пути и окажется на дороге заросший бурьяном так было и так будет всегда деньги женщины вино это не цель а всего лишь дьявольское наваждение человек обязательно должен знать что он будет делать завтра сегодня послезавтра чем он хочет заниматься только тогда он будет гармонии с миром и самим собой я отвлекся от темы дашу булавину спасает робость и внезапно вспыхнувшее чувство к инженеру телегину а катя втягивается в семейные дрязги с мужем и жизнью делает серьезную трещину оказаться без средств она не может и только чудо не дает ей скатиться по наклонной плоскости стать кокоткой вторая сюжетная линия инженер телегин обычный молодой человек получивший неплохое образование и прочитавший пару полезных книг он также находится в поисках цели жизни но пока не видит ее в начале ему кажется будто цель найти близкую женщину но женить бы ему не везет и тогда он удаляется в поиск чего-то нового в те дни многие ищут это новое в книгах чернышевского рисуют некую новую россию где каким-то чудесным образом мужик побратается с барином помещиком а рабочий с капиталистом однако уже нет некоторые наиболее следующие мужи предупреждают что это новое будет совсем не таким сладким и розовым а скорее всего грозным и жестоким на беду россия вступает в битву со странами антанты и втягивается инфантильным царем с подвергнутым на это своим племянниками вельгельмом войну за чуждые ей интересы однако известно что в первые годы россия была наполнена патриотизмом и лелеева надежды что-то получить из вторжения в европу но через пару лет выясняется что победить в этой кампании нельзя военные действия затягиваются на годы и миллионы трупов смердеющие в окопах вопиют о бесцельности и никчемности заданной цели все больше людей задумываются зачем мы ввязались в эту кампанию кто виноват естественно вскоре вся вина ложится на императора телегин оказывается на фронте и попадает в плен только чудом ему удается бежать и жизнь его висела буквально на волоске однако это только первое испытание выпавшие на его долю когда даша окончательно влюбившиеся в ивана спрашивают как же вам удалось спастись он отвечает по-детски наивно да вот знаете как-то бежал повезло любовь спасает и его и дашу на какое-то время от того грозного что надвигается на них со всех сторон они словно дети заняты только своим чувством расплата приходит со смертью ребенка даши и внезапно любовь ее к телегину угасает цель жизни потеряна иван не в силах возродить ее и потому решает примкнуть большевикам вступить в новую кампанию теперь уже за обретение смысла в жизни наконец ему понятно что ближайшее время надо определиться и тогда будет легче в это страшное грозное время 3 сюжетная линия вадим рощин подтянутый и красивый офицер более случай оказавшийся в доме булавина у него сразу же вспыхивает чувство к кати но она отвергает ухаживание он с тяжелым сердцем возвращается на фронт однако вскоре трагически погибает смоковников муж кати это также утрачивает путеводную нить смысла в жизни более она не видит и решает отравиться на помощь ей приходит вновь рощин и снова любовь помогает героине на некоторое время обрести себя ну и опять как в случае с дашей все внезапно рощин хотя и побывал на войне мало что там понял ему кажется будто вся россия воевала там за отечество и царя на деле каждый преследовал там свои цели и когда армия внезапно повернула штыки вспять на самодержавие вадим петрович растерялся перед ним встал тот же вопрос как ранее возник возник возникший перед телегиным с кем ты рощин считает что революция это только бунт обезумевших мужиков значит его нужно подавить жестоко наказать виновных невдомек ему что он будет бороться со всем народом выбравшим виной путь без царизма напрасно его бывший сослуживец теткин пытается вразумить господина полковника что народ это не стадо оборванцев и нельзя его загнать в стойло он проснулся и не желает больше оказаться вновь прокрустовом ложе царизма никакими плитми и расстрелами не вернуть ушедшего навсегда мира помещиков капиталистов он кончился ведь по сути это уже вторая революция за 10 лет и значит воля народа четко определена нет пути назад но рощин упрям и пробирается на дон корнилова что же он видит там примерно через месяц жестоких боев он совершенно растерян войско белогвардейцев оказывается ему также чуждым они не он не понимает зачем расстреливать невинных а вскоре его товарищи вступают с полковником в открытую вражду считая его чистоплюем и неженкой у корниловцев цель ясная расстрелять всех этих шаляпиных красных вместе с их бабами и детьми и вот тогда-то настанет прежняя жизнь этого рощин тоже не может принять страшная догадка терзает его он зря предал самого близкого человека на свете катю и ради чего ради химеры того чего нет нет боевого братства нет друзей а есть лишь убийцы и точка страшное прозрение приходит к ним лучше поздно чем уж никогда и здесь алексей толстой снова убеждает нужно иметь принципы нужно понимать что есть белое что есть черное палач как ни называй его останется палачом и вновь нас подводят к истине нужно определиться по какую сторону баррикад ты находишься отлично высказался по этому поводу герой михаила булгакова полковник тубин с кем вы хотите воевать с народом так он разобьет вам головы на этом завершаю обзор отличного сериала не стал вдаваться подробностей смотрите прекрасный фильм а еще лучше прочтите замечательную книгу алексей толстого спасибо всем пока привет 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 к